В октябре-ноябре в Трёхгорке, по мнению жителей, проходила беспрецедентная серия событий. Жильцы обслуживаемых домов УК «Новая Трёхгорка» получили бюллетени для выбора управляющей компании, которая всего за один месяц инициировала 14 общих собраний собственников. При этом ранее эта же управляющая компания в течение пяти месяцев провела два собрания собственников по адресам Чистяковая 66 и Кутузовская 23 и не набрала нужного форума. Весь парадокс в том, что у некоторых жителей на руках оказалось по два бланка. По подъезду ходили люди, не относящиеся к управляющей компании «Новая Трёхгорка». То есть это было видно, потому что в течение дня, вечера, разные люди абсолютно постоянно звонили в дверь и просили предоставить им бюллетени. То есть это тоже как бы было, нами предполагается, что это было разглашение персональных данных. Такая ситуация сложилась и ощущение, что просто из этого ОСС вылетели неугодные управляющие компании люди, которые предлагали, как раз таки эти люди предлагали выбрать совет дома наконец-то. Впервые за три года мы три года шли к выбору совета дома и председателя дома, чтобы наконец-то мы смогли сами контролировать деятельность управляющей компании. Если жители хотят новую Трёхгорку каких-то домов, пусть они выбирают. Вот вообще вопросов нет, это их решение. Нам важно, чтобы была законность, потому что, ну не секрет, что долги компании, вот пожалуйста, даже в местных СМИ есть об этом информация, да, долги достигают там почти 800 миллионов рублей. То есть без малого, если так все и будет продолжаться, это миллиард рублей на один микрорайон с 50 тысячным населением. Это же просто сумасшедшие цифры, поэтому нам, конечно, важно, чтобы в районе остались стабильные, нормальные управляющие компании. В социальных сетях жители, оставляя свои комментарии, негодуют. По мнению одних, управляющую компанию «Новая Трёхгорка» им просто пытаются навязать. Другие пишут, что получили извещение о том, что якобы 30 сентября голосование закончилось, и компания уже победила. А сами жильцы приглашаются в офис для заключения договора. В воскресенье 19 ноября были подведены итоги голосования общего собрания собственников. Определен общий кворум, подсчитаны все бюллетени и голоса за и против по каждому вопросу повестки общего собрания. На подсчете присутствовали юристы, представители ассоциации, председатели совета домов, общественные палаты, администрации городского поселения Одинцова и общественные наблюдатели, которые зафиксировали многочисленные нарушения. Поэтому сейчас вместе с собственниками готовятся жалобы и материалы в надзорные органы, а также в суд. Одинцовская теплосеть зашла в микрорайон Трехгорка в качестве управляющей компании этим летом, когда произошла всем известная ситуация с компаниями Дельта, которая привела к отключению в домах тепла, горячей воды и электроэнергии. Мы как муниципальная компания приняли решение в плане поддержки жителей начать голосование по данным домам и начать на этом микрорайоне работу. На сегодняшний день мы обслуживаем 5 домов, еще на 6 домах ведем голосование. Как только компания начала обслуживать дома, то сразу приступила к регламентным работам, таким как установка мусорных контейнеров, ремонт лифтовых холлов и кровель, которые находятся в неудовлетворительном состоянии и постоянно текут. Те дома, которые мы отголосовали, мы поставили мусорные площадки и завезли мусорные контейнеры, что до этого не наблюдалось. Здесь в основном стояли большие контейнеры, которые переставляли с места на место, ну и, соответственно, жители там бегали с этими мешками по микрорайону. В данном доме, видите, пример нашей работы, да, она немного затянулась, но так как жители попросили различные улучшения, мы с этим согласились, и мы были вынуждены перезакупать материал, ну, соответственно, работа сейчас будет завершена в течение 5-7 дней. Шамиль Юсупов является собственником квартиры в доме по улице Чистяковой, 66, которую как раз обслуживает Одинцовская теплосеть. Что касается тех 4 месяцев управления Одинцовской теплосети на нашем доме, во-первых, само голосование за них проходилось совершенно в другом режиме, чем управляющая компания «Новый Трогорк». Оно длилось там несколько месяцев, да, там очень упорной, плотной работе, всего там, не знаю, там параллельно еще какие-то несколько домов, насколько я знаю, проводились. Соответственно, была подготовка серьезная. Повестку мы с ними согласовывали почти месяц. То есть тарифы, все вопросы болевые там и так далее, да. То есть изначально подход был, на наш взгляд, очень правильный. Мы отголосовали, соответственно, все инстанции признали, значит, легитимность управления теплосети. Дальше мы стали смотреть на результат. Ну, вот смотрите, в первые несколько месяцев они сделали нам дорогу вокруг всего дома, да. То есть это очень такая серьезная работа, которая себе, конечно, может позволить только большая компания, у которой есть и возможности, и ресурсы, и там подряды, и контракты на производство всех этих работ. Для жильцов дома номер 66 всегда был болевым вопрос состояния крыши, которую с недоработками сдал застройщик СУ-155. Одинцовская теплосеть взялась за устранение недоделок и уже выполнила 50% работ. Конечно, со своей стороны мы хотели бы, чтобы сроки были, ну, чтобы они уложились в сроки и сделали это до похолодания. Но, с другой стороны, мы тоже понимаем, что есть определенные проблемы. Компания только, по сути, в этом году вошла в районы, несмотря на свои огромные размеры, там, уставной капитал, там, более 1 миллиарда рублей и так далее, да, это все официальная информация. Естественно, им нужно какое-то время. Вместе с тем, мы уже постоянно встречаемся и с Бессоновым, генеральным директором, и с местным, значит, управляющим. Регулярно встречаемся, обозначаем вопросы, смотрим на план, график, выполняется, не выполняется. Естественно, в управляющей компании показываем всячески, что мы, ну, просто так не отпустим. Кроме того, в минувшие выходные прошла очная часть общего собрания собственников дома 76 по улице Чистяковой. Генеральный директор компании «Одинцовская теплосеть» Владимир Бессонов лично принял участие в нем. Встреча прошла достаточно эмоционально. Ни не жители разделились. Одни хотят видеть управляющей компанией новую трехгорку, но большая часть поддерживает «Одинцовскую теплосеть». Мы, как собственники, хотим поменять ситуацию по нашему дому, поменять ее в корне, потому что жить так больше невыносимо. И да, у нас есть долги, но мы хотим их погасить. Но Дельта сейчас, у нас есть решение суда, где она неправомерна. Новая трехгорка, которую мы изначально ей поверили, они отказались предоставлять информацию. Мы даже не знаем, какой у нас тариф на ОДН дополнительно, хотя голосование идет. Нам никто не говорит, что он. И мы не знаем инициатора. Нам не говорят, кто инициировал это собрание, кто дал доверенность. В чем секрет в этом, мы не понимаем. Ситуация действительно уже надоела. Спокойно жить, работать невозможно. Приходишь домой и ждешь очередного какого-то подвоха от управляющих организаций, от их инициативных групп каких-то непонятных. Ну а пока у жителей микрорайона Новая трехгорка остается лишь надежда на то, что в скором времени ситуация разрешится в пользу собственников и у них начнется спокойная жизнь.